Итак, всем доброго времени суток! После небольшой задержки мы с вами возвращаемся. Итак, нам осталось в принципе только настроить скин персонажа. То есть скин от слова английского одежда кожа, когда мы словно кожу будем натягивать персонаж на скелет, который мы с вами создали. Но прежде чем мы начнем с вами создавать скелет, давайте сделаем следующее. Выберем персонаж и создадим у него данные пользователя. Данные пользователя. Давайте назовем их как видимость. Интерфейс будет плавающая запятая. Единица измерения вещественный. Минимальное значение 0. Максимальная единица. ОК. Вот у нас создались данные пользователя. Нажимаем на видимость правой кнопкой мышки. Экспресса. Назначить ведущего. Переходим во вкладку общие. Выбираем пункт видимый в редакторе. Экспресса. Назначить ведомого абсолютно. Снова вернемся в данные пользователя. Видимость правой кнопкой мышки. И сделаем добавить к HUD. С зажатым контролом перенесем в любое удобное место. То есть что мы с вами создали. Мы с вами создали контроллер. Который позволяет делать лесу невидимой. Для чего это нужно. Дело в том, что сейчас когда мы с вами будем настраивать веса костей. После скининга. Нам надо будет периодически выбирать ту или иную косточку. Когда в окне превью программы стоит геометрия объекта. То выбрать сразу нужную кость. Иногда становится проблематично. Она не сразу цепляется. А искать ее в менеджере объектов сразу тоже не всегда удобно. А когда у нас есть вот такой вот бегунок. Который мы можем включать и отключать. Данный процесс становится гораздо удобнее. Единственное давайте мы щелкнем по нему правой кнопкой мышки. И сделаем показ всегда. Так. Сделаем ее невидимой. Перейдем в вид сбоку. И вот что я хочу показать. После того, когда мы с вами настраивали в области шеи эффект растяжения и сжатия. У нас появился маленький глюк. В чем он заключается? Если вы внимательно смотрели. То каждый раз, когда мы с вами создавали новую цепь суставов. То они у нас все состыкуются конец в конец. Так вот смотрите. После настроек экспресса с костями шеи. У нас получилось, что последняя кость шеи отсоединилась от головы. Это надо исправить. Выбираем данную косточку. Выбираем инструмент вращения. И просто ее чуть-чуть слегка двигаем вперед. Вот она автоматически привязалась или прилинковалась координатам головы. Где она и была. Теперь выбираем ниже лежащий сустав. Переходим в режим редактирования осей. Сделаем персонаж видимый. Я уже больше не буду каждый раз повторять, что делаем его видимым или нет. Просто смотрите на картинку на ваших мониторах. Итак, в режиме редактирования осей сместим второй сустав шеи немножко к низу. Вот так вот, по середине. Очень хорошо. Отключим режим привязки. Он нам больше не нужен. Перейдем в режим перспективы отображения. Выбираем инструмент выделения кости. Зажатым контролом выделяем лесу. Идем во вкладку персонаж, команды и выбираем команду связать. Отлично. Давайте немножко с вами вспомним, что такое вес кости. Вот я выбрал плечевую кость. Нажмем инструмент веса и посмотрим. Так вот, под весом кости понимают ту силу, с которой точки объекта привязываются к данной кости. Вследствие чего при изменении координат кости изменяются также координаты и данных точек. Каждая точка объекта у нас должна быть привязана, то есть иметь вес всегда 100%. Но это не значит, что она 100% привязана к какой-то одной кости. Смотрите, о чем я говорю. Сейчас мы с вами рассматриваем область плеча. Логично предположить, что вот эта вот часть, она должна быть привязана к плечевой кости на все 100%. Но плечо у нас имеет контакт, скажем так, с областью плечевого сустава, переходом на ключицу, подмышечную область и частично на грудную клетку. Сзади она будет иметь связь с областью лопатки. Так вот, смотрите. По мере удаления полигонов, скажем так, от центра кости, интенсивность веса, которая выражена цветовой диаграммой, она уменьшается. Однако, если мы сейчас с вами попробуем подвигать данную косточку, то мы увидим, что то давление, которое сейчас оказывает вес кости на геометрию объекта в области груди, он неадекватный. И геометрия искажается неправильно. Поэтому нам с вами и надо будет настроить веса каждой кости. Итак, давайте еще раз с вами посмотрим на вес данной кости. Как он выглядит. Сзади он также переходит на лопатку. Если мы сейчас придвинемся поближе и выбрав какую-то точку, мы увидим, что данная точка принадлежит плечевой кости на 32%. Итак, давайте сильно не будем затягивать данный урок. Поскольку тема эта довольно сложная, то я думаю, удобнее будет все рассматривать в небольших коротких уроках. Итак, продолжим в следующий раз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok